В Американских не самых плохих фильмах В нашей истории врагов одолел 12-летний ребенок, обладающий несломленной волей и нерушимой верой в победу своей страны. Это рассказ о Коле Печененко. Мальчике из легенды. Неужели все? Конец. Из гестапо не вырваться. Странно, но я уже не чувствую боли. Они перестарались. Больно было две недели назад, когда поймали и постоянно били. А сейчас боль притупилась. Тело привыкло. Поезд в лагерь. Где лагерь? Кто в городе тебя знает? Назови партизан-бандитов. Их было трое. Трое юных партизан-разведчиков. В ноябре 43-го они подорвали немецкий склад боеприпасов в городе Смело, Черкасская область. Толю Ткачука часовой застрелил, а Вася Хильченко и Коля оказались в руках фашистов. Толь. Я больше не могу. Завтра я все познаю. И покажу им дорогу на базу. Смартшок. Лучше погибнуть от пули, чем опыта. Отвещай. Прощай. Но это не облегчило судьбу Коли в застенках. Обманутые гестаповцы с троекратной злобой вымещали свою неудачу на оставшемся в их руках 12-летнем мальчишке. Трижды каратели выводили его на казнь. На него набрасывали петлю, выбивали опору из-под ног. Фашисты развлекались, подрезая веревку. Наблюдали за страхом ребенка, готового к смерти. Палачи были изобретательны, иногда шутили и расстреливали. Полузадушенного, избитого ребенка выталкивали на мороз. Обливали водой, приводя в чувство. Хочешь умереть? Смерть надо заслужить. В перерывах между забавами юного партизана избивали. Ему выбили все передние зубы и загоняли под ногти спички. После третьей казни Колю парализовало. Немцы не смогли привести его в чувство. Решили, что он мертв. В этот же день при отражении атаки эсэсовцев на партизанскую базу погиб Вася Финченко. А вот Коля выжил. Комиссар отряда не оставлял попыток спасти своего разведчика. С помощью двух немцев-антифашистов партизаны выкрали полуживого мальчишку. Парализованный Коля жалел только об одном. Что не может больше мстить фашистам за уничтоженные города, смерть своих родителей, друзей. Но случилось почти невероятное. Напавшие на партизанский лазарет гитлеровцы неожиданно получили достойный отпор от раненых. Очевидно, стресс вернул подвижность. И еще недавно полностью парализованный Коля выполз из землянки и вместе со всеми принял бой. С этого момента Коля вновь встал в строй. Победу встретил в мае 45-го в Австрии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за освобождение Праги, за победу над Германией. После войны Николай Печененко окончил институт, женился, воспитал четырех детей, работал главным инженером на авторемонтном заводе. Но, к сожалению, война его так и не отпустила. В 40 лет старые раны дали о себе знать. В 1970 году у Николая Фомича случился полный паралич конечностей. И, к сожалению, чудо больше не произошло. Он писал книги ручкой, зажатой зубами, так как руки больше не двигались. Собирая материал для книги, Николай Фомич исписал 600 ученических тетрадей. По его воспоминаниям, в 1984 году вышла книга «Опаленная судьба». Спустя три года после выхода книги Николая Фомича не стало. Из письма погибшего немецкого офицера. Здесь нас окружает ад. Никогда не знаешь, откуда придет смерть. Даже в глубоком тылу мы ждем нападений. И это могут быть не только старики и женщины, но и десятилетние дети. Это был рассказ о Коле Печененко. Мальчики из легенды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok